Всем привет, меня зовут Андрей Самойлич, я популяризатор космонавтики и администратор интернет-сообществ, посвященных Илону Маску и компании SpaceX. Также я авиамоделизмом занимаюсь, ракетомоделизмом, продолжительное время занимался обслуживанием авиационной техники, именно вертолетов зарубежного и отечественного производства и мечтаю создать свой проект в сфере космонавтики. Сегодня я хочу представить вам свою лекцию, которая называется «Ракеты-носители. Путь в космос», в которой я хочу рассказать о том, как устроены и как работают эти штуковины. Моя лекция состоит из следующих пунктов. Вначале мы поговорим о том, что такое космический полет, как полезная нагрузка выводится в космос. Далее коснемся физических законов, по которым работает реактивное движение и летают ракеты. Потом поговорим о параметрах ракет-носителей, о их двигателях, их строении и принципах работы. И немного коснемся структуры и строения ракет-носителей. Поговорим о многоступенчатости. В настоящее время существует достаточно много теоретических обоснований систем выведения грузов в космос. Такие как лазерные ускорители, космические лифты, космическая петля, магнитная пушка. Но на самом деле единственным действующим на данный момент системой, которая позволяет выводить грузы в космос и работает безотказно, можно сказать, являются ракеты-носители. А также запуск ракет-носители это очень вдохновляющее и впечатляющее своей мощностью зрелище. Теперь поговорим о том, что такое орбитальный полет, как это происходит. Чаще всего люди, когда общаешься с людьми, представляют себе космический полет, как некоторое такое плавание в невесомости где-то вдали от Земли и других тел. На самом деле все немножко не так. На самом деле космический полет это больше скорость, чем высота. Вспомним простой пример. Представим себе земной шар. На нем установлена пушка на высокой горе или на башне, которая выходит за атмосферу. Заряжаем пушку ядром, выстреливаем. Ядро вылетает, пролетает какое-то расстояние и падает на Землю. Берем, заряжаем пушку снова еще большим количеством пороха и стреляем еще раз. Ядро пролетает, падает чуть дальше. Но если зарядить пушку так, что ядро в момент выстрела вылетит со скоростью около 8 км в секунду, то наше ядро будет падать бесконечно, тем самым оставаясь на орбите вокруг Земли. Падая бесконечно, а Земля под ним будет загибаться и ядро будет находиться на орбите. Стоит заметить, что на уровне орбиты МКС сила гравитации равна примерно 90 процентам от земной. То есть если построить башню до высоты орбиты МКС и туда зайти и постоять, мы бы чувствовали себя примерно так же, как и здесь. Дело не в том, что там невесомость и отсутствие гравитации. Дело в том, что нахождение на орбите это бесконечное падение. Как будто нас сбросили в лифте и мы находимся в невесомости. Вы спросите, что будет, если выстрелить из пушки вертикально вверх? Попадет ли ядро в космос? Да, конечно. Ядро попадет в космос, если достаточно быстро оно вылетит из пушки. И такая траектория называется суборбитальной траекторией. По суборбитальной траектории летали первые ракеты. К слову, первый астронавт американский Алан Шепард летал именно по такой траектории. Вот здесь на этом слайде представлено для нас сравнение профилей суборбитального полета траектории и скоростей и орбитального полета. Как видно, по суборбитальной траектории у нас для того, чтобы долететь до линии Кармана, а линия Кармана это условная граница космического пространства, она находится на высоте 100 километров от Земли, нам нужна скорость около 1 километра в секунду развить. Скорость для вылета на траекторию выведения на орбиту больше, она равна 8 километрам в секунду. Для того, чтобы представить разницу в энергетике ракет, которые летают по вот этим вот видам траектории, я сделал такой слайд. Здесь у нас представлена ракета New Shepard, компания Blue Origin, которая будет скоро катать туристов к линии Кармана на высоту 100 километров. И ракета-носитель тяжелого класса Proton-K, которая выводила модуль звезда к МКС. А так как сегодня день космонавтики, то я подготовил еще один слайд. И здесь у нас первая наша баллистическая ракета R1, которая летала по суборбитальной траектории. И ракета R7, она же в модификации Восток, на которой Гагарин отправился в свой космический полет. Вот. Далее. О том, на основе каких физических принципов работает ракета. На Земле у нас всегда есть то, от чего мы можем оттолкнуться и на что опереться. Автомобиль движется по дороге на колесах, воздушный винт самолета создает силы тяги, а крыло самолета создает подъемную силу, благодаря которой он держится в воздухе. Грибной винт корабля движет судно вперед, и мы, когда ходим по полу, мы тоже отталкиваемся от поверхности. Но в космосе вакуум, и оттолкнуться не от чего. И возникает вопрос, что же делать вот этому парню? У него есть выход. Если у него есть с собой какая-нибудь тяжелая штука, например, гаечный ключ, он может его бросить и полететь в другую сторону. Главное точно выбрать направление броска своего. К слову, у этом парне не стоит волноваться о нем. У него здесь нет реактивного ранца, но и человека в этом скафандре тоже нет. Это скафандр, который был выброшен с МКС в рамках эксперимента, который назывался Space Suit One. Он был начинен радиоэлектронным оборудованием на радость радиолюбителям Земли. И потом просто сгорел в атмосфере. Вот. Вернемся к нашим ракетам. Вспомним простой школьный пример. Мы сидим в лодке, у нас есть яблоки. Мы их бросаем, тем самым как бы отталкиваемся от них, и наша лодка плывет в другом направлении. Здесь действует простой принцип сохранения импульса. Вспоминая эту шутку, вспоминая этот пример школьным, на ум почему-то всегда просится шутка про лодку Деда Мазая с приводом реактивным на зайцах. Вот. Здесь действует принцип сохранения импульса, который выражен вот в этом вот равенстве из доказательства формулы уравнения Мещерского, уравнения реактивного движения. Здесь все просто. Вот наша лодка, это ракета, и яблоки, которые мы бросаем. Это реактивная струя раскаленных газов. Масса ракеты, неизменная, помноженная на изменение скорости ракеты, равно масса со знаком минус. Знак минуса здесь, потому что у нас скорость прирастает, а масса топлива убывает. Вот. Изменение массы топлива, умноженное на скорость истечения газов. Как следует из этого вот равенства, здесь вот нам нужно, чтобы развить как можно большую скорость ракете, нужно увеличить скорость истечения газов раскаленных из ракеты. Далее поговорим немножко о параметрах ракет-носителей. Пожалуй, одним из самых основных и главных является масса полезной нагрузки. Полезная нагрузка — это то, что нам нужно вывести в космос. Это может быть космический корабль с экипажем, может быть спутник, связи, либо телевещание, космический телескоп орбитальный и так далее. Масса полезной нагрузки в основном составляет примерно от 2 до 5% от общей массы ракеты-носителя. Совсем немного. При этом масса топлива составляет 85-95%. Грубо говоря, ракета у нас состоит почти полностью из топлива. Далее, следующая характеристика — это тяга двигателя. Тяга двигателя — это то, без чего никуда у нас ничего не полетит. Тяга двигателя — это сила, которую создает двигатель. Она выражается либо в ньютонах, килоньютонах, либо в килограммах силы, тоннах силы. Можно привести простой пример. Если мы возьмем в руки двигатель, тяга которого будет равна 7 килограммам силы, и включим его, на нас будет действовать сила, равная 7 килограммам. Здесь все очевидно. И из этого следует простой вывод. Масса ракеты должна быть меньше тяги двигателя. А соотношение массы ракеты и тяги двигателя называется тяговооруженностью. И чем больше эта разница, тем больше тяговооруженность, и тем быстрее ускоряется ракета. Следующая характеристика — это скорость. В ракетостроении часто применяется такое понятие, как характеристическая скорость. Характеристическая скорость — это не совсем то, что мы можем увидеть на спидометре автомобиля. Это не скорость, которая показана прямо сейчас в данный момент. Характеристическая скорость — это запас скорости, который ракета в данном виде, например, с определенным запасом топлива и своими характеристиками может развить. Нам для того, чтобы выйти на орбиту, нужно, чтобы характеристическая скорость ракеты-носителя в целом была равна около 8 километров в секунду. Следующая характеристика — удельный импульс ракеты. Здесь следует не путать его с тягой, потому что это разные понятия. Тяга двигателя может быть огромной, он может проработать несколько секунд, а может быть наоборот. Может быть удельный импульс огромный, может быть тяга очень низкая, но двигатель может работать очень долго. Удельный импульс характеризует эффективность работы двигателя, и его очень грубо можно сравнить с расходом автомобиля. Часто он выражается в скорости истечения газа из двигателя, или иногда в секундах. На Википедии иногда пишут, что удельный импульс двигателя равен 250 секунд. Когда выражается в секундах, это означает, сколько времени двигатель может проработать, использовав 1 килограмм топлива, и при этом создавая тягу силой 1 ньютон, 102 грамма силы. Таким образом мы постепенно подобрались к рассмотрению формулы Циолковского, главной формулы ракетостроения, которую он вывел в 1897 году. Она достаточно простая, но мы еще немного ее простим. Согласно формуле Циолковского, у нас скорость равна произведению удельного импульса ракеты на логарифм отношения начальной массы к конечной массе ракеты. И здесь мы сталкиваемся с так называемой непреодолимой жестокостью формулы Циолковского. Дело в том, что чтобы увеличить полезную нагрузку, выводимую, например, на 1 тонну, нам нужно увеличивать массу начальную ракету непропорционально, нелинейно. Все дело в том, что чтобы взять лишнюю тонну полезной нагрузки с собой, нам нужно добавить топливо, и нам нужно добавить топливо, которое будет сначала выводить топливо, которое мы добавили, чтобы выводило топливо, и так далее. И поэтому для того, чтобы на двигателях реактивных с химическим двигателем, именно в которых сгорает топливо, развить скорость, которая будет хоть как-то значительно по сравнению со скоростью света, нужна масса топлива, которая будет равна нескольким планетам, а то и звездам. Поэтому для того, чтобы лететь к другим звездам, нужно придумать что-нибудь другое. Дальше поговорим о типах двигателей. Все двигатели делятся на две большие группы. Твердотопливные двигатели и жидкостные ракетные двигатели. Твердотопливные ракетные двигатели, как уже понятно из названия, используют в качестве топлива твердое топливо. В самом простейшем своем виде это может быть порох. И именно с пороха началась история твердотопливных ракетных двигателей. Еще в 13 веке китайцы после изобретения пороха начали их делать и в почти неизменном виде они дошли до нашего времени использовать в фейерверках. А вот эти вот две большие белые штуки по бокам центрального бака челнока Space Shuttle, это тоже фейерверки, только они очень большие, высокотехнологичные, сложные к производству. Твердотопленный ракетный двигатель достаточно прост. У нас есть корпус, с одной стороны он замкнут, закрыт, с другой стороны есть отверстие, из которого вырывается строя раскаленных газов, а топливо, набито в корпус, не сплошняком. Все дело в том, что нам нужна большая площадь горения топлива. Если у нас было бы набито топливо сплошняком, у нас горел бы здесь небольшой пятачок, он продвигался как фитиль по двигателю, и тяга была бы не очень большая. А так как у нас здесь есть канал, горение происходит по всей длине двигателя, от центра к стенкам, вот примерно так, и у нас получается достаточно высокая тяга у двигателя. Следующий тип двигателей это жидкостные ракетные двигатели. Жидкостные ракетные двигатели это то, на чем по сути и держится освоение космоса. Если твердотопленные ракетные двигатели используются чаще всего в военных ракетах, то представить себе космонавтику без жидкостных ракетных двигателей очень сложно. Они делятся по видам топлива, по тому, как топливо попадает в камеру сгорания на разные типы. Они бывают разные по размеру, бывают вот такие, они используются в системах ориентации космических кораблей, бывают чуть-чуть побольше. Вот этот двигатель называется F1, он использовался на лунной американской ракете Saturn V. На первой ступени использовалось пять таких двигателей, и они сжигали на начальном этапе выведения ракеты 12,5 тонн компонентов топлива в одну секунду. Поговорим о том, как устроены жидкостные ракетные двигатели. Вот здесь вот у нас изображена камера сгорания, основная часть. По сути, это и является двигатель без навесного оборудования. В камеру сгорания у нас поступает топливо и окислитель. Окислитель чаще всего это жидкий кислород, так как в космосе нужна среда горения, и мы ее берем с собой. Поступает сюда, смешивается, возгорается, образуется высокое давление, и реактивная струя через вот это вот самое узкое место в камере сгорания, оно называется критическое сечение, вырывается наружу и образует реактивную силу. Здесь на выходе вот этот конус, оно называется сопло-лавля, или просто сопло. Оно служит для того, чтобы наиболее эффективно использовать силу реактивной струи, и не дается ей разбежаться в разные стороны, потому что она расширяется, и радиальное расширение реактивной струи она использует также в прибавку к тяге. К соплу мы еще вернемся чуть позже немножко. Далее, камера сгорания такая же. У нас здесь на этом слайде расположена горизонтально. Вот здесь вот у нас сгорает топливо, через критическое сечение поступает сюда и вырывается наружу. Горизонтально она здесь расположена, чтобы удобно было посмотреть на графике, температуру, давление и скорости. В камере сгорания у нас образуется высокая температура и давление, а после выхода через критическое сечение наружу они обмениваются на высокую скорость, что нам, собственно, и нужно, исходя из того равенства, которое я показывал немножко раньше. Можно подумать, что это все дело устроено достаточно просто, и можно просто залить в движок топливо, окислитель, снизу поджечь ракету, и все полетит. Но все не так. Дело в том, что при таких огромных давлениях и скоростях движения газов, вот здесь вот, образуются ударные волны и фронты, которые могут просто разрушить двигатель. Сначала так и было на заре эпохи ракетостроения. Бывало так, что двигатель устанавливался на стенд, запускался, и из-за этих вибраций пламя или сбивалось, или наоборот движок в первую же секунду взрывался. Тогда было сложно понять, что происходит внутри, определить и как там опытным путем, подбором тех иных условий, двигатели совершенствовались сейчас. Компьютерная система моделирования позволяет нам посмотреть то, что происходит в камере сгорания на выходе, используя моделирование. Вот это моделирование было сделано компанией NVIDIA, двигатель RS-25, который использовался на Space Shuttle и сейчас будет использоваться в ближайшем времени на огромной ракете американской, которая называется СЛС. Здесь видно, насколько сложная структура ударных волн, которая образуется вот здесь вот в начале, когда у нас попадает топливо сюда, и здесь на выходе. Здесь вот на выходе, на стенках сопла у нас может образоваться срыв потока. Это отслоение потока реактивной струи от стенки сопла. И если у нас образуется срыв потока, то у нас все дело взрывается. А еще это важно, когда наша ракета летит движками вперед в атмосфере вниз. О том, когда это бывает, вы узнаете чуть позже из лекции Антона Громова. Вот. Идем дальше. Я обещал рассказать, сказать пару слов про сопло Лавале. Вот. У нас на Земле есть атмосферное давление, которое сдерживает расширение газов реактивной струи. И оно чаще всего, реактивная струя, выглядит прямой или немного расширяющейся. Вот здесь вот в динамике это видно. Красиво. Вот. Когда ракета вылетает за пределы атмосферы, атмосфера больше не сдерживает, атмосферное давление больше не сдерживает расширение реактивной струи, и она начинает расширяться и превращается вот в такую красивую медузу. Как это использовать для того, чтобы повысить эффективность ракеты при выведении? Можно сделать так. Можно на двигатель, который работает на первой ступени, на уровне Земли, сделать небольшое сопло, потому что у нас небольшое расширение реактивной струи, а в космосе увеличить насадок, который будет, грубо говоря, подхватывать как можно большее количество расширяющейся от массы газа и использовать ее для увеличения прироста тяги двигателя. Здесь изображен один и тот же двигатель. Вот этот установлен на первой, а этот на второй ступени ракеты-носителя. Вот. Далее. Немножко поговорим о том, как технически это все работает. Вот эту штуку вы уже знаете. Здесь у нас камера сгорания, критическое сечение и сопло. Нам нужно закачать камеру сгорания топлива с давлением не меньшим, чем здесь. А здесь может быть от 100 до 300 атмосфер. Ну, 280-300. Для того, чтобы это сделать, нам служит турбонасос. Турбонасосный агрегат. В нем используется небольшая камера сгорания. В котором компоненты топлива сгорают и вращают турбину. В зависимости от того, куда попадают потом эти продукты сгорания, выбрасываются вот так вот через эту коптящую трубу наружу или попадают в камеру сгорания, двигатель делится на два типа. Закрытого и открытого цикла. Как понятно, вот этот открыт, потому что у нас газогенераторный газ выбрасывается наружу. А этот закрытый тип, здесь давление гораздо выше. Двигатель более высокотехнологичный и сложнее в изготовлении. На одном валу с турбиной у нас находятся два насоса. Насос окислителя, который напрямую закачивает окислитель в камеру сгорания. И насос топлива, который подводит топливо вот сюда, вот к корпусу камеры сгорания. Дело в том, что температура внутри может превышать температуру плавления стенок двигателя. Поэтому его нужно охлаждать. Топливо проходит по тоненьким трубочкам, охлаждает двигатель и попадает в камеру сгорания, где все это дело загорается, и мы поехали. Вот. Дальше. Вот такой двигатель стоял на ракете, на которой полетел Гагарин. Этот двигатель называется RD-107 или RD-108. Отличаются они немножко. Я сейчас расскажу, чем. Несмотря на то, что здесь у нас четыре камеры сгорания, а это двигатель один. Один двигатель с четырьмя камерами сгорания, здесь один насос стоит. Отличаются они тем, что на RD-107 стояло две рулевых камеры сгорания, а на RD-108 четыре, потому что RD-108 у нас устанавливался на этот центральный блок ракеты-носителя Р-7, а RD-107 на боковые блоки. Вот. Теперь немножко поговорим о строении ракеты. Оп. И вы ее уже знаете. Это формула Целковского. Посмотрим, что мы можем здесь проапгрейдить. Вот здесь вот особо ничего не улучшишь, потому что каждый тип топлива обладает своими характеристиками, и улучшить его энергетику и его сгорание невозможно. Например, для керосина есть определенный уровень удельного импульса, который просто невозможно превысить. Но мы можем улучшиться вот здесь. Здесь у нас масса начальной ракеты, а здесь конечной. И здесь есть части ракеты, которые нам больше не нужны, и мы их можем просто взять, оторвать и выбросить во время полета. Но на самом деле их никто не отрывает и не бросает. Была придумана многоступенчатая система. Ракета состоит из нескольких небольших ракет, в каждой из которых есть свой двигатель и баки с топливом. И по мере выработки топлива в первой ступени она сбрасывается, далее работает вторая, третья и так далее. Ступени по видам разделения делятся на ступени с поперечным разделением и с продольным разделением. При поперечном разделении ступени ставятся одна наверх в другой, и плюс этой системы в том, что мы можем сделать три, четыре или больше ступеней. Минус то, что нам нужно вот эти двигатели уже зажигать в космосе. А при продольном разделении у нас ступени стоят рядом в пакете, и плюсом этой системы является то, что на начальном этапе у нас используется вся мощность при выведении, а также то, что у нас под чутким контролем пусковой команды зажигаются двигатели первой и второй ступени на земле. Это проще. Так вот выглядит разделение ступеней ракеты-носителя версиями. Это явление называется крестом королева. На западе так прозвали красиво крестом королева. Если хотите, я потом могу в индивидуальном порядке рассказать, как это происходит. Там очень интересная, гениальная и в то же время простая схема. На этом все. Моя лекция закончена. Вот здесь вот литература, которую можно воспользоваться. Спасибо. 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 Спасибо.